Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня я буду показывать окрашивание в такой красивый синий цвет на жёлтую базу. Так, то, что у нас есть. Натуральная база, седьмая натуральная база. Вот, отросшие волосы после суперблонда. Мы обычно красили суперблондом, вот, и слегка светлые концы. Вот, здесь никогда не было порошка, поэтому у меня стояла задача максимально бережно осветлить. И сегодня мы будем осветляться на 2,7%, то есть на достаточно низком проценте. И я вам просто показываю, что было до, для того, чтобы вы имели представление, с чем мы начинали работать. Сейчас мы делаем стрижку по бокам, потому что волосы должны быть короче. Сегодня я буду использовать краску So Color Cult от Matrix. Вот, это Color Cult. В общем, они немножко изменили теперь название. И вот такую вот пудру от бренда Calus. Я когда-то и работала. Она бюджетная, но очень-очень хорошая, потому что, в целом, здесь, в Польше, достаточно тяжело достать иногда привычный мне бренд. Об этом я взяла то, что знаю. Вот, заказывала просто на сайте в интернет-магазине. Мантык здесь, слава богу, есть. И сама вот эта пудра мне обошлась вообще в какие-то смешные деньги. Вот, по-моему, я заплатила за каждую из них по 5 злотых. То есть, ну, это вообще там меньше... Это вообще несколько центов, скажем так. Меньше одного доллара. Вот. И сейчас я начинаю наносить саму осветляющую смесь. Обратите, пожалуйста, внимание, как я это делаю. То есть, сначала мы наносим на прикорневую зону. Потому что прикорневая зона у нас, во-первых, более желтоватая, там, где блонты. А, во-вторых, у нас есть отросшие корни. Всегда, когда мы начинаем любое осветление, мы начинаем обязательно с отросших корней. Неважно, это в салоне происходит или дома. Я знаю, что у меня много девчонок смотрят, которые дома красятся. Поэтому всегда начинаем с самого темного участка. В данном случае самый темный участок на голове – это, непосредственно, отросшие корни. Если у вас вот такая вот стишка, как у моей модели, то есть где-то есть очень короткие волосы, их мы наносим в самый последний момент. Потому что, когда волосы коротенькие, да, или только что подстрижные, они осветляются очень-очень быстро. И сейчас, поскольку, повторюсь, я осветляю на 2,7% на креслителе Матрикс, вот, то мы проходимся по длине. То есть, мы нанесли корни 10 минут, подождали, и дальше мы наносим на длину. Вот. Здесь важный момент, да, что я наношу тоненькими прядками для того, чтобы каждая из этих прядок, да, она была хорошо пропитана. У нас база желтоватая для синего, да, если синий плюс желтый, да, может выйти зеленый. Поэтому нам нужно почистить базу. Для вот таких синий-голубых оттенков, к сожалению, это безаловка, и без этого никуда. И если вот такие вот желтоватые волосы, которые у нас были, сразу покрасить, без предварительного обесцвечивания порошка, к сожалению, ничего хорошего не выйдет. Потому что очень сильно можно испортить, могут быть и пятна. Поэтому всегда, если у вас есть цветное окрашивание в такие вот холодные оттенки, там какой-то фиолетовый, синий, голубой, какие-то холодные тона, вот обязательно нужна чистая база. Вот такая вот чистая база у нас вышла. Я держала 35 минут. Я еще раз сделаю акцент, что волосы очень хорошие, классные, напитанные. И все это потому, что мы маленькие проценты окислителя использовали. Сейчас мы будем с вами замешивать краску ColorCult. Непосредственно ее матрикс разрешает смешать 2,7% окислителя, либо строчку. У меня 2,7%. Вот это стандартный окислитель. И я долгое время тоже работала с ColorCult. Очень красивые тут розовые оттенки в этом бренде. Прекрасно работает и на меньшем проценте окислителя, но для более такой большой стойкости рекомендую использовать 3% в целом. Краска матрикс ColorCult очень-очень долго держится на волосах. И вот я вам еще дополнительно показываю базу, которая у нас вышла при свете. То есть при лампе, чтобы вы заметили, как это все выглядит. И начинаю нанесение самой краски непосредственно с затылка. И наношу сразу, не полностью, а где-то на большую часть длины. Кончики я оставляю. Почему я оставляю кончики? Потому что кончики в данном случае у нас немножко светлее. Вот, 7 длина. Поэтому для того, чтобы они сильно не впитались и не было какого-то такого эффекта обратного амбре, кончики наносим в последнюю очередь. В целом, если вы красите себя в домашних условиях, то тут работает такой же принцип, как и при обесцвечивании. Сначала красим самые темные участки, а потом самые светлые. И когда уже основная часть волос нанесена, мы приступаем к волосам, которые самые короткие. И в целом, даже если у вас осталось уже мало краски, вот, то ничего страшного. То есть эти коротенькие волосики прокрашиваются даже маленьким количеством краски. Но у меня она еще оставалась. Просто говорю, на случай, если вы в домашних условиях краситесь, то в целом это не проблема. Именно длина, да, длина волоса не требует большого количества краски. Вот такие вот коротенькие волосы, они буквально за пару минут схватываются и не требуют большого количества. Сейчас я дополнительно прокрашиваю, чтобы нигде не было никаких пятен. Вот так выглядят волосы, цвет волос спустя 25 минут. И я это снимаю перед тем, как идти смывать. И вот такой вот результат получился. Очень красивый синий, такой вот неоновый оттенок. Вот из-за того, что у меня кольцевая лампа, здесь есть такие небольшие засветы. И сейчас я вам покажу в другом освещении. То есть все достаточно равномерно. Очень красивый ровный цвет. И в целом я очень довольна краской ColorCult, потому что я работала с ними неоднократно. И, на мой взгляд, это лучшие цветные краски, которые есть на рынке сейчас, потому что они идеально просто прокрашивают. Даже если у вас есть какие-то неровности или какие-то нюансы, они просто идеально все это прокрашивают, закрашивают. И не обязательно как бы до бела, до осветлять волосы, до какой-то ваты, для того, чтобы получить желаемый оттенок. И в целом мой отзыв про пудру ColorCult очень хороший, если использовать на маленьких процентах. Всем спасибо и всем пока!